Приветствую вас, для начала хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вы, по-видимому, немножечко не подразделы, обратились со своим вопросом, т.е. вы говорите о том, когда вы найдете свою любовь, вы говорите о том, что вы по гороскопу рыба, а рыба, да, вот, рыбы, даже. Вы говорите обо всем этом, но только в том, что психологу, именно психологу, это на самом деле без назовности, да, т.е. психологу не обязательно знать вот эти вот данные, которые вы предоставили, потому что психолог анализирует более приближенные к реальности факты, а не то, что вы дали. из этого я делаю вывод, что, вероятно, вы все-таки ошиблись немножечко разделом, вот, и, соответственно, возможно, написали не туда. Второе, о чем я хочу сказать, это о том, с какими препятствиями вы столкнулись при поиске, можно так сказать, да, при поиске своей любви. то есть, ну, вот, вы хотите найти любовь, я вас, в общем-то, понимаю, да, вот, но нужно, тем не менее, и вам постараться понять, а зачем, точнее, что вам мешает, что вам мешает, это любовь, собственно, встретить. то есть, ну, совершенно очевидно, что вы, наверное, уже пытались ее найти, и совершенно точно, что у вас, видимо, это не получилось. значит, есть какие-то блоки, какие-то блокирующие факторы, которые не позволяют вам это сделать, вот. Соответственно, нужно выяснить, что это за факторы. вот. Это первое. Второе. Вы говорите, когда же. То есть, не просто, когда я найду свою любовь, а когда же. То есть, у вас здесь явно наблюдается, ну, скажем так, некая экспрессия, некие, такие, скажем так, потребности, может быть, желание, вот, найти, так сказать, свою любовь. И, опять же, опять же, вся проблема в том, зачем она вам нужна. Для чего вам она? Для чего вам любовь? любовь. Вот. Соответственно, на такие вопросы вам нужно ответить. И тогда, я думаю, если вы ответите на эти вопросы, я думаю, что будет возможность, будет шанс уже понять, что именно мешает вам найти любовь. Тут нужно заметить такую очень важную деталь, которая связана с тем, что вы, чем больше вы будете искать, с ней, может быть, стремиться, чем больше вы будете пытаться ее найти, тем меньше у вас будет, наверное, получаться. Потому что любовь, она капризна очень и редко приходит. тогда, когда ее именно ждут, тогда, когда ее именно хотят, тогда, когда ее именно ожидают увидеть или почувствовать. Поэтому нужно сказать, что если вы будете стремиться любовь найти, как это вы вот делаете сейчас, то шансов на то, что вы ее найдете, будет гораздо меньше. Именно потому, что любовь – это творческий подход, это творческая позиция, это творческая деятельность. И как любая творческая деятельность, она абсолютно полностью не приемлет любые, скажем так, типовые репродуктивные действия. Если же вы занимаетесь этими самыми типовыми репродуктивными действиями, то есть если вы пытаетесь, условно говоря, подогнать под свои желания, под свои потребности любовь, если вы пытаетесь это сделать, если вы хотите это сделать, то любовь от вас будет избегать. Любой от вас будет избегать. Потому что там, где есть подчинение какой-то линии определенной поведения, там, где есть некая схема, система, можно даже сказать так, а там нету, собственно говоря, любви. Вот. И когда я говорю, зачем вам любовь, для чего она вам, я задаю этот вопрос совершенно не просто так, а именно для того, чтобы вы увидели, да, для чего вам нужно такое сильное чувство, да, с какой целью вам нужно такое сильное чувство, знаете, вот. И вы лучше для себя, может быть, для себя поняли, в чем нуждаетесь, да, всего хотите, ведь желания-то вообще, они никуда не деваются, они-то ведь, их-то ведь необходимо удовлетворять и реализовать. Ваше желание. Вот. Ваше желание. Ваше желание. Ваше желание. Ваше желание. Это нормально. Но удовлетворять их нужно правильно. Удовлетворять их нужно адекватно. Так, чтобы от любимого человека вы, вероятно, и не требовали бы никаких таких вот условий. То есть, чтобы вы не ждали от него, что он вам будет давать и реализовывать то, чего вы хотите. То есть, это было бы, соответственно, неправильно и ни о какой любви, я полагаю, а тогда бы речь не шла. То есть, я надеюсь, что вы постараетесь для себя понять вот эту вот важную тонкость и важный момент, который я пытаюсь на вас донести сейчас. А быть того на этот момент действительно очень важно. Вот если вы, справившись со своими желаниями, да, просто умело удовлетворяяя их и будучи независимой, ну, может быть даже вот, скажем так, не нуждающейся, да, в мужчине или в любви, что, в принципе, наверное, одно и то же, вот. Вы сможете быть свободной, вы сможете быть независимой. А получить независимость, вы сможете как раз таки и добиться того, что вам нужно. То есть, именно вот любви. Но, пожалуйста, учтите еще и такой момент, что любовь нельзя выстраивать специально. То есть, нельзя отношения с людьми выстраивать исключительно вот для любви, да. То есть, это не было бы сказано. Никто никогда не знает, будут ли отношения, будут ли они, ну, любовными или нет. Поэтому отношения сперва выстраиваются на чем-то. Основываясь на каких-то вещах, на каких-то совместных видах деятельности и так далее, и так далее. Вот это является куда более правильным и адекватным, чем, например, то, когда люди пытаются выстраивать отношения именно для отношений. То есть, любовь для любви. Это неправильно и, соответственно, редко когда в таких ситуациях, в таких условиях что-то получается. Редко когда из этого произрастают такие серьезные, взрослые, здоровые, крепкие отношения. Значит, на этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам, пожалуйста. Не забудьте обратиться к эзотерикам, если все-таки вы задавали свой вопрос сюда. Значит, если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу или по, соответственно, ответам моих именно коллег, то в этом случае пишите в личку, значит, саму экспертку, ответ которого вам показался наиболее адекватным. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!